Добрый день! Мы находимся в поселке Новолуговая, это Подмосковье. Меня зовут Александр, фамилия Чернега. Мы сегодня хотим показать вам, как правильно устанавливать систему радиаторного отопления от фирмы Рояль Термо. Дом у нас 500 квадратов, предусмотрено радиаторное отопление, предусмотрены теплые полы по санузлам и зонам, там где плитка лежит. Также у нас предусмотрены конденсационные котлы, поэтому мощность радиаторов у нас немного завышена, для того, чтобы работать в конденсационном режиме. Ну а теперь пройдем и посмотрим, как все у нас там будет сделано. А в этой комнате мы будем устанавливать сейчас два радиатора Вентиль Компакт от фирмы Рояль Термо. Радиаторы у нас 22 серии. Высота у них 500 мм, ширина 800 мм. Ну что сказать про эти радиаторы? Это новая линейка. Много решений использовано грамотных и стандартных. Производители очень внимательно относились к отзывам тех же монтажников. У радиаторов имеется особенность, все радиаторы до 1000 размера не имеют перемычки, вот здесь посредине. Монтажникам на заметку. Тысячные радиаторы выше очень удобно переносить, добравшись до этой скобы. Подымаешь этот радиатор и несешь его как чемодан. Вот эти углы, вот эти углы пластмассовые, дают нам зазор под радиатором. То есть, когда мы его так ставим, он не касается пола. Также они служат дополнительной защитой. Здесь у нас в комплекте находятся два хронштейна крепления. Запакованы надежно. При транспортировке все это дело не гремит. Идет также у нас набор крепления. Эти радиаторы уже собраны, закручены заглушки по бокам. И у нас имеется вот здесь, там со стороны термоголовки, со стороны термоголовки, имеется у нас нижнее подключение. Мы поэтому снимаем один единственный уголок. Второй уголок мы вообще не трогаем. Оставляем его до окончания строительных работ. Вот. Уголок нам уже не потребуется. Анкера. Анкера идут 6-миллиметровые, головка десятка. В принципе, неплохое крепление для кирпича или бетона. В нашем случае в этом доме у нас стены сделаны из пеноблока, оштукатуренные уже. Поэтому нам придется использовать вот такие вот забивные анкера. Анкер креп забивается молотком, а в него уже вворачивается вот такой отглухарь. Отглухарь 8-миллиметров и подголовку 13-миллиметров. Закручиваться должны все-таки с усилием гораздо большим, нежели будете прикручивать кран. В противном случае при съеме радиаторов у вас они начнут выворачиваться. Спецключ. Затягиваем с усилием примерно 4 килограмма. Ну, конечно, не стоит перетягивать. И вот когда мы поставили радиаторы, мы сразу приворачиваем кран, потому что так его привернуть гораздо удобнее. Тоже кран Рояль Термо под евроконуса трехчетвертные, прокладки ПДМ. И мы ставим его очень просто. Всегда этими кранами к стене. Стальные панельные радиаторы единственное, куда нельзя ставить, это в систему, где меняется постоянно вода. В каком плане? Имеет доступ добавка кислорода постоянная, то есть свежая вода заливается. В систему частного дома, коттеджа, они самые оптимальные, на мой взгляд, потому что компактный, теплоотдача самая высокая, надежная. У них по сравнению с тем же биметаллом или просто алюминиевыми секционными радиаторами меньше мест для возможных потенциальных утечек, потому что прокладки имеются только здесь и по четырем сторонам. И подобраться всегда легко, доступно все у нас. Так, мы приступим к установке кронштейнов. И навешиваем кронштейны крепления. Кронштейны крепления делаются по одному лекалу. Они симметричные, повторяемые, то есть в них различий фактически нет, вплоть до миллиметра. Мы включаем после этого лазерный уровень и выставляем все кронштейны по уровню. Выводим в общий уровень все это дело. Переворачиваем, подносим. Вот, раз, изнутри как бы заводим, вот, и все. Теперь у нас на месте. При помощи рулетки центруем и прижав вот этот вот кронштейн к нему, мы его защелкиваем. Все, радиатор на месте. Смотрим уровень. Если необходимо, берем жидкостный уровень, проверяем. То же самое делаем со вторым радиатором. Также попадаем и защелкиваем. Все, радиатор на месте. На этом первый этап закончен по навеске радиаторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова